Анастасия, к вам такой вопрос. Вы член монархической партии, правильно я понимаю, да? То есть, когда вы станете мэром, получите доступ к неисчерпаемым ресурсам города Екатеринбурга. Будет ли новая Российская империя разрабатывать ядерное оружие? Ну, я думаю, что я как-то уже донесла идею того, что наша партия, и я как представитель монархической партии, люди совсем не агрессивные и не направленные, мы в принципе не настроены ни на какие конфликты. Я считаю, что прекрасная идея обратиться к великой истории России, к нашей прекрасной легенде, это только добавит бонусов нашему любимому городу. А у меня вообще супруга монархистка, я думаю, что... Вы все-таки будете? Да, конечно, безусловно. Я думаю, что она свой выбор тоже как-то уже... Ну, давайте уж, Настенька, спросим серьезно, а то все хи-хи-ха-ха. Да, очень серьезно, очень так. Значит, программу вашу почитал, изучил. Мы же технократическая партия, мы любим с фактологией работать. Вопрос очень простой, но серьезный. Предположим, идея монархии, которую вы пропагандируете, будет снова реставрирована в России. На... Там два аспекта у нас, да? На какой титул вы будете претендовать? И, возможно, на какую... Ну, в современном языке, наверное, корректное слово «статус», да? При дворце собственностью Зерена вы будете претендовать. Нет, ну вы же собираетесь реально работать в реальной монархии. Поэтому и вопрос такой. Я хочу сказать, ответить на этот вопрос, что я, в принципе, не преследую такой цели получить какой-то конкретный титул. Мне кажется, это не столь важно. Это же обязанность, на самом деле. Я могу секрет приоткрыть. Я понимаю, если... Это не тайна для меня, но спасибо за желание меня просветить. Я могу сказать, что если наш принц сочтет должным дателем титул... Вы великого князя имеете в виду, да? Это принц. Вот, если он сочтет должным дать мне этот титул, я его приму. Но, конечно, я не ставлю целью своей жизни получения каких-то титулов и повышения таким образом своего статуса. Я считаю, что я могу каким-то другим образом заявить о себе достаточно ярко. Мне для этого не обязательно иметь какой-то титул конкретный. Я хочу спросить, у меня тоже возник вопрос. Можно мне его задать? Можно? Тебе все можно. А, саму себе. Ну, сам себе разрешаю. Вы проголосовали. Анастасия, из чего будет корона и какой модели будет платье? Ой, ну, прям вы задали мой любимый вопрос. Вообще, я так его ждала, мне его никто не задавал. Я очень люблю корсетное платье. Я не скрываю, что я актриса. Училась в театральном институте имени Бориса Щукина. Вообще, желаю каждой юной, и не только юной девушке в своей жизни, примерить красивые исторические наряды. Это прекрасно дает ощущение вообще эпохи, красоты. Этикет снова дается себе знать. И я хотела бы, чтобы это был какой-нибудь расшитый корсет, пышная юбка, кринолин. Вы знаете, скоро, я думаю, что вы увидите наш ролик, в котором вы сможете о моих предпочтениях узнать все, что вас интересует. Мне кажется, я к концу передачи тоже стану анархистом. Я на это надеюсь. Я буду стараться. Главное, не надевайте кринолины корсет. Это сделаю я. Хорошо. Вопросик, вопросик. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Андрей Жуковский, депутат ЗАГС Собрания от Справедливой России. Анастасия, мне вы очень импонируете. Я прям радуюсь, что выборы будут интересные, живые. Спасибо. Ну, вопрос хочу задать серьезный. Вы представитель молодого поколения, девушка, 10 минут не хватило понять, что умная. Вы наверняка понимаете, что ровно через 22 дня в городе будет мэр, это будет, естественно, Александр Бурков. Поэтому я хотел бы спросить у вас совета от креативной молодежи. Какое-то у вас странное представление о реальности. Что нам делать, я имею в виду Буркова и партии «Справедливая Россия», чтобы преобразить город, сделать его лучше, приятнее для жизни. Спасибо. Ну, вы знаете, вообще эксплуатировать эту тему, я считаю, не очень честным, учитывая, что, конечно, у меня была некая романтическая привязанность к Александру Леонидовичу. Но сейчас речь не об этом. И я могу сказать, что я бы, например, могу сказать, что сделала бы я, и, собственно, посоветовать другим кандидатам тоже обратить на это внимание. Мне кажется... Александр Леонидович? Мне кажется... Да, в том числе. Мне кажется... Я пытаюсь свой голос за него. Ну, нет, вы знаете, к сожалению, в этот раз нет. Я умело продвигаюсь. Опоздал на Россию. Да, 19 лет назад я бы за вас проголосовала сразу. Когда у тебя не было паспорта, Анастасия, к сожалению. Да, да. Ну, я могу сказать, что лично мне кажется, что необходимо заниматься... Я об этом уже не раз, опять же, говорила. Необходимо заниматься ребрендингом города и создавать ему какой-то имидж, помочь городу обрести индивидуальность. Ну, например, я не знаю, как вы, Александр Леонидович, но я, как вокалистка, настаиваю на том, что нашему городу необходим какой-то объединяющий гимн, который бы позволил людям, которые живут здесь, идентифицировать себя с местом, с этим, с городом любимым. И еще я бы очень хотела обратить внимание на архитектуру. И обязательно занялась бы реконструкцией парков. Потому что, да, я училась 5 лет в Москве, я очень люблю парк Горького. Я считаю, это прекрасным местом. И я считаю, что жители Екатеринбурга заслуживают такое место, в котором будет здорово созидать, творить и приятно проводить время. Ну, что еще? В принципе, у меня громадье планов. Я могу и долго еще рассказывать. Я прошу прощения, мне кажется, уже нечего реконструировать на тему парка. Горький Екатеринбург. В каком плане? Что именно вы имеете в виду? Уже не осталось? Ну, собственно, реконструировать и создавать. А, в этом плане? Да. Я, в принципе, настроена. Создавать, возрождать. Да. Приходишь в парк с хорошими планами, оказывается, что там арендаторы какие. Там культурно выражаясь, наличие и отсутствие парка. Да, да, да. Да, так мягко скажем, цензурно. А, еще, безусловно, первое, что я бы сделала, это я обязательно перекрасила бы серый дом, потому что там есть коридор, по которому ты идешь, и такое ощущение, что ты впадаешь в кому в этот момент. То есть он просто глухого, непробиваемо серого цвета. И я спрашивала ребят, что ты... На третьем, где веселые юноши на поворотика. Можно я закончу? И я спрашивала людей, которые там работают, как им, в принципе, а там, и они такие, да, вот мы уже привыкли. Нет, она здесь половина в поле. А это неспроста их, видимо, вот таким образом. То есть розочки-ромашки, да? Нет, вы знаете, не только розочки-ромашки, но я считаю, что и розочки, и ромашки лучше. Вентиля, елочки, королевские. Лучше, чем ничего. Да, лучше, чем ничего. Да, после окончания дебата надо начинать сразу перекрашивать. Отсвет какой-то. Ой, вы знаете, это сложный вопрос. Конечно, когда у нас были дебаты с Ольшевским, он сказал, что надо перекрасить в красный. Собственно, я как монархистка должна была ответить, что в белый. Но поскольку я лично считаю, что нам необходимы новые яркие цвета, я очень люблю фиолетовый. Я люблю... Почему? Как это будет воспринято сейчас. Почему у нас? Если не желтый дом. Желтый дом. Нет, приятный серый, желтый. Нет, я люблю яркие цвета. Я считаю, что предложения принимаются. Если мы все здесь живем, я против тирании. Давайте все рассмотрим предложения. А можно создать их горожан, сказать, горожане, красьте в тот сет. Каждому по ванночке эмалий вперед. И то будет это лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Мы стены раскрашиваем уже, а рт-движение... Нет, это я очень поддерживаю эту идею, она мне очень нравится. Если нам разрешат, конечно. Так, что-то мне кажется, что я должен уже как-то начинать пересекать выступление одного оратора, как бы мне вот не претило вот это. И, видимо, предложить опять палочки. Ваши коллеги-единоросы, в фракции которых вы состоите, собирают по тысяче рублей. За что? Для физического устранения Евгения Артюха они вас просто ненавидят. Да заткнись ты, да, к примеру, да? Я был бы крутым политиком, да? Я бы сказал бы, пошел вон, я тебя слушать не буду, да?